Всем привет! Сегодня урок Эдита. Мы продолжаем тему сканеров. Я уже давно эти видячки записывала, кто забыл про них, можете посмотреть в моих предыдущих записях по Эдиту. Я уже шесть видячек отсняла по сканерам. И сегодня у нас седьмое занятие по сканерам. Так вот, сегодня перейдем к такой функции у сканеров, как оптимизация текста. Я до этого говорила, что когда мы сканируем на каких-то крутых сканерах, там есть куча-куча различных функций, которые могут сразу же при сканировании нам картинку улучшить. И вот эта оптимизация текста, она довольно-таки популярная штукенца, и даже у самых простеньких сканеров такая галочка, такая функция частенько присутствует. Так вот, что эта штука делает? Эта штука, она у нас нужна для того, чтобы наш листок с текстом, допустим, у нас есть листок с текстом. И когда мы просто его сканируем, то он просто отсканирует. Потом этот листочек в картинку мы отсылаем в программу, которая у нас определяет текст. И очень часто бывает так, что программа, которая определяет текст, буковки наши, которые мы только что отсканировали, может определить неверно. Допустим, буковка А, может быть, как-то так напечатано, что она с буковкой О перепуталась, ну и что-то там в духе. Так вот, когда мы делаем галочку «Оптимизация текста», то нам сканер сразу же добавляет немножко контрастности, он добавляет немного яркости, плюс ко всему он делает как бы, вот знаете, в Photoshop есть такая функция «Контурная резкость», то есть он находит цвета разные, то есть, допустим, здесь у нас цвет белый, здесь у нас цвет черненький, да, и он границу между этими двумя цветами, он ее усиливает, чтобы в дальнейшем эта граница, ну, чтобы в дальнейшем программка для определения текста смогла проще определить нужную нам буковку. У меня есть два примерчика, как эта услуга работает. Это у нас сделала я примерно на сканере, господи, как он назывался, Epson, какой-то там 20 тысяч, такое, не помню точно, пересмотрите предыдущие мои ролики, там где-то я говорила, какая конкретно модельку я тогда использовала. Это у нас, значит, цветное, без оптимизации текста и с оптимизацией текста, и то же самое, черно-белое, без оптимизации текста и с оптимизацией текста. Как видите, картинка стала более ярче, более насыщеннее, и контрастность тоже между одним и другим цветом, она стала гораздо ярче, гораздо четче. Также при помощи этой функции оптимизации текста можно сканировать еще вот такие вот штукенции. Так, лицо побольше, главное не забыть его поменьше сделать. Вот, вот такие вот штукенции, то есть у нас это логотип более-менее такой одноцветный, то есть тут присутствует всего два оттенка синего плюс белый цвет. Если, допустим, я такую картинку хочу отсканировать, чтобы она в дальнейшем у меня была как векторная картиночка, то есть я ее потом в Illustrator в помощи функции Image Trace ее превращаю в векторную картинку, то у меня будет гораздо проще, если я эту штуку сосканирую в формате черно-белой. То есть у нас как бы тут все элементы, они друг от друга разделены белыми полосками какими-то. В общем, да, у них как бы все элементы друг от друга цветами различаются. И эту штуку можно легко сосканировать в формате черно-белом и гораздо проще делать Image Trace при помощи на черно-белых картинках, чем на цветных картинках. Так вот, значит, когда мы кликаем вот эту вот такую штукенцию, мы сканируем при помощи нашего сканера самую обычную функцию сканируем черно-белый в черно-белом формате. При разрешении 300 dpi у нас получается вот такой вот результат черно-белый и 300 dpi. И у нас, как видите, края очень такие пиксельные, довольно-таки грубые эти края. Ну, сложновато будет с такой штукой работать, да. Когда мы кликаем галочку оптимизация текста, то у нас в этот самый сканер автоматически ставит режим черно-белый и 1200 dpi ставит он разрешение. При таком большом разрешении у нас картинка становится более четче. Плюс ко всему он делает усиление резкости, да. Вот это вот небольшое усиление резкости происходит. И он, наши края, он еще немножечко, получается, как бы сглаживает, да. То есть вот этих вот пиксельных краев, вот как у нас, допустим, в 300 dpi было, вот таких вот жутких, на 1200 dpi у нас уже нету, с оптимизацией текста у нас таких жутких краев уже нету. И вот такую картинку, которая у нас справа, гораздо-гораздо проще в фотошопе, ой, в фотошопе, в иллюстреторе потом превратить уже в векторную картиночку. У меня есть еще один примерчик, такой, примерно такого же логотипа. Он у меня, сейчас покажу, секундочку, лицо побольше. Он выглядит вот таким вот образом. То есть он у меня, тоже видно, что всего два цвета присутствует, какой-то текст присутствует, и синий такой фон. Но если я это делаю, сканируя в режиме еще на белом, то я увижу, что у меня там не хватает контраста. То есть у меня между вот этим синим цветом и вот этим черным цветом очень маленький контраст. И при сканировании еще на белом формате у нас получается, секундочку, вот такой вот вариант. Вот такая вот штукенция у нас получается. Очень мало контраста. Если, чтобы сделать, сканировать, ну, нормальный результат получился вот такой картинки, нужно вот эту такую картинку сосканировать в режиме градации серого. В режиме градации серого результат получается вот такой. Очень аккуратненько, очень чистенький и хороший результат. Можно, конечно, попытаться в режиме черно-белого еще этот самый бегунок подергать в этот самый бегунок порог. То есть порог, который различает, что будет у нас черненько, что будет у нас беленько. Этот вот бегуночек будет подергать в одну и другую сторону. И, возможно, у вас придется к более-менее нормальному результату. Но единственное, что такая функция, вот этот бегунок порога, да, он присутствует не во всех сканерах. И, да, если у вас какой-то там простенький примитивный сканер, то, скорее всего, с такой штукенцией даже и нету. Поэтому такие штуки, где у вас контраста не хватает, сканируйте в формате серии оттенки серого. На сегодня пока что все. Завтрашнего, ой, завтрашнего дня. Со следующего раза начнем тему муар. Муар и что с ним делать. Тема муар, она очень актуальна для манги. И, да, про нее поговорим уже в отдельной одяжке. Всем спасибо за внимание и всем до своих встреч.